Кинокафе «Люмьер» 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 Первенность к жизни на воле Нехватка денег Наркотики Старые друзья Для мировки Некоторые, кто давал интервью Сергею Признаются В стране нет какой-то глобальной идеи Чтобы хотелось жить и работать честно По телевизору без конца Показывают боевики и криминальные детективы И после них осуществить задуманное Кажется, так просто Кто-то добавляет Сама система не очень-то желает Помогать бывшим осужденным Хотя зэки тут же оговариваются Если человек хочет исправиться Он сделает это вопреки всему Хотя бы как-то помогать, когда освободятся. Чтобы не просто дверь перед носом закрывали. Хотя бы, хотя бы выслушивали. Выслушивали хотя бы какую-то надежду в селях. В те годы, когда СССР был, человек освободился, ему предоставляют работы, ему предоставляют жилье. Он работает, живет и мало кто возвращался назад. Я знал многих людей, которые здесь пили кофе, ели шоколад, пили коньяк и ходили на Ростопырку. Там на воле, на воле очень многих я видел, возле магазинов, возле мелководковых, где могут подать. Вот я с ним завел такой разговор. Я говорю, а не лучше к тебе пойти в тюрьму, отойти от этой пьянки, привести себя в порядок, отоспаться, отъесться и начать все-таки мысли. Трудно понять, кто из осужденных действительно хочет измениться, а кто просто лукавит колонии строгого режима Вожаевки Белогорского района для тех, кто не раз приступал закон. Для себя Сергей вывел еще одно правило, если можно так сказать математическое. Время, потраченное на обдумывание преступления, равняется времени, потраченному на законное зарабатывание денег. Когда ты задумываешься о каком-то преступлении, начинаешь его там что-то обдумывать, продумывать, понимаете, затрачиваешь какую-то энергию умственную, затрачиваешь какое-то время на, может быть, даже на подготовку какую-то, понимаете. То есть это все, как бы вам объяснить, та же самая работа, то есть что, например, сделать, заработать законно. То есть так же ты затрачиваешь время, так же обдумываешь, но проблема в том, что преступная какая-то информация, она к тебе как-то сама приходит, то есть или там кто-то тебя подталкивает, или еще что-то, может быть, в фильме, я не знаю. В тюрьме, по словам самих преступников, мир гораздо проще, там все четко и понятно, как правило, без сбоев. С утра надо достать чай и сигареты, позавтракать, посмотреть телевизор, чем-нибудь заняться. От такой жизни тупеешь и утрачиваешь многие навыки. Хорошо, если в колонии хватает работы, и то не все готовы трудиться. Некоторые начали свою тюремную жизнь еще в СССР. Здесь день сутка, каждый день одно и то же. С утра, то есть Женя останавливается. Там-то она бурлит, кипит, и там никто там местечки вот эти вот не держит, для того, чтобы там Вася освободился, вышел и занял ту ячейку. Там только ячейка освободилась, и раз, сразу же заняли. И заняли такие люди, которые отучились в свое время. Все, что есть у Сергея, ноутбук, купленный в кредит, интервью с заключенными и огромное желание рассказать миру свои мысли. Он снимал это видео на обычный фотоаппарат-мыльницу. И только сегодня узнал, что кадры могут быть разными. Например, есть общие, средние и крупные планы. Он старается после работы смотреть видеоуроки по съемке и монтажу. Уже после нескольких минут, по словам Сергея, у него начинают кипеть микросхемы. Говорит, когда второй раз попал за решетку, ноутбуков почти не было. Ну вот я пошел, купил. Легко. Раньше это было, ну, как-то, какое-то событие такое. Ну, для меня оно и сейчас осталось событием. Для всех это вообще, как пойти в продуктовый магазин, купить что-то. Человек, который знает почти все о тюремном мире, в мире обычном, пока ориентируется плохо. Внимание! Средние не стыкуются со средними, а крупные стыкуются с крупными. А общие и средние лучше всего монтировать через крупный или деталь. Вот и все. Теперь расскажу... Через крупный или деталь. Я еще даже сметить не могу. Он уже говорит, вот и все, пошел дальше. Ладно. Его фильм не основная идея. Сергей хочет спросить у общества и разобраться вместе с ним, как снизить преступность. В числе его предложений повышение грамотности населения, разработка специальных программ для адаптации осужденных после их выхода из тюрьмы. Среди вариантов развития для самих преступников ограничение круга общения, чтобы старые друзья-знакомые как можно меньше влияли на новую жизнь. А еще, говорит, в колониях слабых духом надо селить к сильным. Возможно, это поможет. В колонии, понимаете, там функции, в принципе, по большому счету, ограждение преступного элемента от общества. Ну, его охрана. Воспитательный процесс там, как мне показалось, на самом последнем месте, в силу того, что, возможно, думают, что нет смысла их уже перевоспитывать. По принципу спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Если они этого не хотят, смысл над ними работать. Ну, это мне так показалось. Сама тюремная система тоже отражена в будущем фильме. Вот сотрудник колонии рассуждает на тему преступности. Говорит, универсального ответа на вопрос нет. Преступность будет всегда и всегда будет процент людей, которых романтика за колючей проволокой только закалит. Просто есть осужденный, который реально тут сидит в одиночной камере, он говорит, ну, практически с ума схожу, я не могу. Сразу там, далеко было, там, ну, не доволен. Прошло какое-то время тяжело. Один человек, никакого ни общения, ни телевизора, ни шло. Единственное, ранее. Согласен, для кого-то это давит, у кого психика-то послужит. Кого-то, наоборот, закаляет. Сотрудник колонии добавляет, смертная казнь в отдельных случаях все-таки должна быть. Иначе круговорот преступлений у некоторых будет бесконечным. С ним согласны и осужденные. Человек получил строгий режим, да? У него три свидания в год. То есть у него теряется всякая связь с семьей. Три раза в год это, ну, ну, а если ему еще дают 10 лет, 15 лет, то есть это нереально, чтобы у него как-то сохранилась семья. Пока крутит баранку, Сергей рассуждает о будущем фильме и находит еще одну причину преступности – потерю связи с семьей. Его навязчивую идею снять кино одобряет, пожалуй, только мама. Взрослая дочь, бывшая жена и нынешняя супруга, с которой он расписался в тюрьме, к затее относятся безразлично. Вот у меня мини-курочки. Смотрите. Мини-курочки. Ой, ты мой, Петенька. А что-то у вас сегодня шестеро. Значит, где-то ты кто-то вышел с гнезда. Александра Ивановна в такие глобальные дебри, как снижение уровня преступности, рецидивы и работа пенициарной системы, не вдается. Она живет в селе Тамбовка, недалеко от Благовещенска, и в основном думает, как прокормить себя и немногочисленное хозяйство кур. У Александра Ивановны своя, житейская мудрость. Говорит, во всех преступлениях, кроме самого человека, виновата его окружение. И вспоминая сроки сына, то винит китайца за контрабанду, то какого-то соседа-убийцу. Потому что он у меня такой, как и я. Как и я. Он безотказанный. Как и я. Сказали, иди. Он и шел, и я и шла. Ну, в смысле, с ним не и шла, а я в молодости говорю свою. Говорили Шура, вот иди работай, я иду работать. Говорили Шура, возьми то, я беру. Шура, возьми, плюнь ему в лицо, я плевала. Это говорит о том, что мы простые люди, безотказные. А еще немножко винит свое воспитание. Сама Александра Ивановна выросла в детдоме и всегда хотела дать детям только самое лучшее. Сама я детдомовская, понимаете, детдомовская. И я им не давала, я их жалела и все для них делала. Вплоть до того, что, честно сказать, вот эта перерыва, ага. Самогонку гнала, деньги собирала, им надо эти деньги, им давала. Да, да, да. Избаловали, да? Да, избаловала, да, в этом. Вот сейчас и Галя такая становится. Задумка рецидивиста для многих наивна, но он продолжает идти вперед. Не имея опыта съемок и монтажа четко намеченного сценария фильма и даже каких-то тезисов по поводу картины, он спешит в общественную организацию режиссеров-любителей. Не знаю, чего ожидать, но по поводу сходить в киносоюз. Может, там как-то смогут помочь или согласятся посотрудничать в создании фильма. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. Спасибо, что у нас есть. Это на месте, так поговорить. Хронометраж, примерно так прикидывали, локации съемок, где это будет происходить. Дело в том, что я вообще в этом вопросе полный дилетант, я делаю это все как-то в импровизационном виде, то есть просто в данный момент пытаюсь наснять рабочий материал, а так вот там наснято, ну, порядка, может быть, 10-15 часов. Часов? Да. Ого. Ну, это, конечно, объем огромный. В Амур-Киносоюзе обещают помочь и пытаются вместе с Сергеем набросать примерный план фильма. Пока ничего не выходит. Сергей признается, кроме огромного желания, даже навыков, кратко записать то, что должно быть в фильме, нет. Только мысли. Президент Амур-Киносоюза Владимир Розанов предлагает Сергею варианты. Вместо специалистов, которые характеризовали бы слова осужденных, можно выйти на улицу и спросить у самих горожан, в чем же они видят причину преступности. Может быть, не специалистов как раз спрашивать, а обычный народ, это во-первых раз. Просто вот обычная молодежь, где-то что-то, может быть, даже договориться с колонией, во всяком случае, у нас были попытки наладить, тоже похожие вот варианты. После переговоров Сергей снова возвращается домой. Он пока не знает, что выйдет из его затеи. Говорит, даже если на фильм потребуется вся жизнь, он к этому готов. Сейчас бывший осужденный хочет разместить интервью с зэками в соцсетях, чтобы сделать срез мнений неравнодушных. А как закончит фильм, собирается дойти до самого президента Путина, которого считает честным, сильным и умным человеком. По крайней мере, говорит по телевизору, который каждый вечер смотрели в колонии, Владимир Владимирович такой. Сам Сергей понимает, проблема не только в системе, самих преступниках и в обществе. Она комплексная, и решать ее надо на самом высоком уровне. Ну, если честно, хотел обратиться к президенту Российской Федерации с ним. Не то, что за поддержкой как-то, а как. То есть я вообще собирался обращаться в Госдуму с инициативными предложениями, но наивно надеяться, что меня там кто-то услышит. И хотел за поддержкой обратиться к президенту Российской Федерации, чтобы он хотя бы просто, чтобы кто-то услышал мое мнение. Это первое. И второе, возможно, планирую создать сайт, на котором вот это все выложить, и чтобы собрать как-то мнение общественности. Какая из десяти, двое, трое там будут. Ха-ха-ха. Но остальные-то все равно кто-то прислушивается. Кто-то прислушивается, кто-то задумается о чем-то. Кто-то начнет что-то думать, как ему, например, освободиться, как ему куда-то прийти, в какую социальную службу, чтобы ему помогли. Как-то первое время встать на ноги. Сергей продолжает пытаться снять фильм, который пока не имеет названия. Работать в такси и налаживать личную жизнь. Получится ли все это – вопрос. Но, говорит, старается изо всех сил оградить себя, чтобы не совершить новое преступление. И пока универсального ответа, как сделать так, чтобы не допустить трагедии, у него нет. Возможно, пока бывший осужденный будет создавать фильм, он сможет понять для себя, почему же люди приступают к черту закона. Чтобы сейчас меня посадить, достаточно, ну, заявление, извините, любого соседа на меня. И меня посадят обратно. Потому что я стал особо опасным рецидивистом. То есть доверие ко мне, даже вот это все, что сейчас происходит, можно расценивать как какой-то мой продуманный ход, который заключается в том, что я что-то хочу сделать. Понимаете? То есть нифига вы там у вас... Ну, все, с точки зрения закона, я особо опасный рецидивист. Меня уже нельзя рассмотреть, как обыкновенного там жулика или еще что-то. Спасибо большое за беседу. Да, все нормально. Я на любой кипре. Порою кадры киноленты нас возвращают в те года, где жизни милые моменты вновь оживают без труда. Любимый взгляд, восторг, премьер, волшебный вкус. Кафе «Люмьер». День рождения, свидание, свадьба. Любое событие в жизни – повод зайти в «Люмьер». Постоянным клиентам скидка.